Самая близкая к народу власть. В эту субботу в стране отметят День местного самоуправления. Этот праздник шесть лет назад своим указом учредил Владимир Путин. Лучшим муниципальным служащим Чувашии награды вручили уже сегодня. Насколько весомый груз ответственности ложится сейчас на главпоселений? И как на развитии районов отражаются инициативы жителей? Подробности в следующем материале. Улучшение инвестиционного климата, доходы бюджета, благоустройство территорий. Работники местного самоуправления решают множество вопросов. И именно от них зависит будущее муниципалитетов. Мы пошагово идем, работаем во благо жителей Чувашской республики. Качество жизни улучшается, много цифр можно приводить. И социальное самочувствие улучшается. Это говорит о чем? Это говорит о том, что органы местного самоуправления конструктивно взаимодействуют с органами власти других уровней. И получается соответствующий результат. Для реализации приоритетных проектов у муниципальных властей появляется все больше ресурсов. По итогам прошлого года во многих районах была увеличена доля налоговых доходов. Но и запросы граждан повышаются. Лучшему главе сельского поселения республики удалось вывести одну из формул успеха. Павел Семенов вместе с жителями создал собственный бренд «Сугайпродукт». Каждый житель, каждый двор может производить определенный вид товара. И мы под единым брендом это реализуем, это продаем. То есть людям проще и молоко реализовать, и сыр, и любые виды продукции. Для поддержки, чтобы население не уезжало куда-то. Лучшим старостой в этом году признали Дмитрия Судакова. По его инициативе в деревне Тоскаева построили храм, установили стелу и отремонтировали дорогу. Впереди немало новых планов. В 2017 году по инициативе бюджетирования мы вошли в программу по благоустройству территории клуба и памятника. Также мы на этом не хотим останавливаться, хотим дальше же. Жизнь в селе у нас расцветает, жизнь в деревне живет. Мы хотим, чтобы в нашей деревне молодежь оставалась. Наградили и лучшие Тосы районов и городов. В развитии муниципалитетов им также отводят высокую роль. Всего 58 в городе Тосов. Тосы сейчас активно участвуют во всех городских программах. Участвуют в программе благоустройства дворов, в программе комфортный город. Это общественники, это люди в основном уже пенсионного возраста, но они очень яркие по своей натуре. За эффективную работу сегодня наградили десятки муниципальных служащих. Глава региона отметил, что местные власти не должны отстраняться от проблем. Административный ресурс необходимо направлять в нужное русло. На улучшение качества жизни. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика.